Привет всем подписчикам LegalBet! На улице по-прежнему солнышко, на носу по-прежнему темные очки, а прогнозы по-прежнему на Еврокубке. Давайте поговорим про ответку ЦСКА и Арсенала. Ну и опять же мы видели ЦСКА, мы видели Арсенал на этих выходных. Ну, ЦСКА играл в понедельник, из-за того, что как раз-таки была тяжелая Еврокубкая встреча, был перелет обратно. Поэтому ЦСКА получил на один день позже игру в чемпионате России. Но смотрите, здесь получается, что с одной стороны перед Динамо было больше отдыха, с другой стороны меньше отдыха перед ответной игрой с Арсеналом. А обороны, проблемы в обороне все те же. Мы видели, как не здорово оборона ЦСКА действовала в игре с Динамо. И проблемы в опорной зоне по-прежнему очень серьезные. Я думаю, что даже если в ответной встрече Фонтус Вермлум будет играть центрального полузащитника, это давно просится, нужно возвращать его из передней линии. Даже в этом случае я думаю, что проблемы в обороне останутся. Ну и плюс, конечно, ЦСКА. Я думаю, что в силу результата первого матча что-то должен создать впереди. Потому как определенное раскрепощение, вот такое, пусть неудачное, но тем не менее, результат должен армейцам дать. Поэтому я думаю, что ЦСКА забьет. Я думаю, что ЦСКА пропустит. И я думаю, что Арсенал, как куражная команда, не будет действовать прагматично и по счету. Отсюда вырисовывается верх. Он очевиден. Перевес в сторону верха, я имею в виду. Очевиден и в букмекерской линии. Букмекеры не слишком щедро оценивают. Традиционный тотал больше двух с половиной. Но я думаю, что здесь вполне может быть и четыре гола. Поэтому предлагаю вам ставку тотал больше трех. Таким образом, в случае трех забитых мячей, я думаю, что они будут расход. А если больше трех, вероятность чего, на мой взгляд, также велика, мы выигрываем эту ставку с коэффициентом 2. Что есть хорошо, по-моему. Всем хорошего дня.